Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас воскресенье, 21 июля 2024 года. Читая новости, как всегда, друзья, каждый божий день, перелистывая, я нашел вот эту новость. Меня очень заинтересовало. И вы знаете, друзья, я ничему не удивился. Вот она новость, послушайте внимательно. Как дурят нашего брата. Как привычно вот это звучит. Как дурят нашего брата. А где только не дурят нашего брата. Повторяю, канал, вы смотрите, который называется Мы Живем в Латвии. Покупательница заявляет, что итальянцы продают в Латвию оливковое масло из отходов. А теперь разбираемся поподробнее. Очень заинтересовало, потому что мы сами употребляем пищу оливковое масло. Инесса поделилась в Фейсбуке историей о том, как она покупала оливковое масло. Она обладает большими знаниями об этом продукте. Вот, друзья, тем более меня это заинтересовало. Думаю, как она знает, откуда она знает. А вот, изучила доступную в интернете дополнительную информацию и сделала выводы. Это пишет Ла ЛВ. Далее пост самой Инессы. Вот что она пишет. Моя теория заговора или история о том, как я, ну, кавычках, облажалась, и как итальянцам удается продавать в Латвии отходы от своих оливок. При совершении покупок большую роль сыграл небольшой размер бутылки. Поэтому я не обратила особого внимания на слова «санса». «Занса», по-моему, «занса». Или по-английски «помаце». Ну, я не силен, друзья, в этом английском. Ну, без разницы. Послушайте дальше. Заплатила 6 евро 29 центов. Принесла бутылку домой. И как привыкла в Италии, оказывается, она в Италии жила. Как привыкла в Италии или живет. Попробовала купленное масло. Вкус был похож на дешевые масла для жарки, которые в Италии продают по цене примерно до 2 евро. Друзья, прислушайтесь. Мало того, что дурят нас с этим маслом, да еще и с ценой. С качеством масла и плюс ценой. До 2 евро, слышали, да? В литровых пластиковых бутылках. А мы такие покупали. Вот поэтому меня это очень заинтересовало. И я решил вам преподнести. Дальше вот она продолжает. Сначала подумала. Дешевое масло выдают за оливковое и продают за дорого. Однако решила поизучать в интернете, что же на самом деле означают слова «Санза де Олива». Оказалось, это масло выжатое из отходов оливок, мякоти, оставшиеся на косточках и шкурках. Такое масло невозможно выжать механическим путем, как делается при изготовлении продукции высокой ценности. Поэтому используется жидкость. И этой жидкостью является генсан, по-итальянски эсано. О гексане в свое время писали, что это продукт, входящий в состав нефти и природного газа. Он пахнет бензином, легко воспламеняется, а при попадании в организм окисляется в печени. Возможно, в кавычках, с образованием нейротоксического вещества. Хочу добавить, что в Италии прожила, вот слушайте, хочу добавить, что в Италии она прожила 29 лет. Друзья, это полжизни, можно сказать. Вот почему не опыт такой в знании про оливковое масло. Прожила она 29 лет, но никогда, никогда не видела ни одного оливкового масла с теми логотипами, что встречаются в латвийских магазинах. И этот конкретный логотип, красноречив сам по себе, сердечко с надписью «Золотая капля». Так что употребляйте на здоровье и не болейте. Да и платите за это дороже, чем покупатели в Италии платят за хорошее оливковое масло высокой ценности. В комментариях большинство с ней согласны. Хотя и удивляются, как можно, прожив 20 лет в Италии, не знать, что такое «Санса де Олива». Многие пишут, что в Латвию свозят отходы со всего Европейского Союза под видом качественных товаров. Есть и тем, кто советует заменить оливковое масло подсолнечным, рапсовым или льняным. Друзья, вот такая вот новость. Как вам это? Ну без разницы. Я вот сейчас немножко прокомментирую. Ну как не знать, да что не знать. Ну как это? Ну она приехала сюда, вот приехала. Вот просто по привычке купила и все. А потом хопа очнулась, что-то тут не то. Просто по инерции, по привычке. Вот она когда жила в Италии, она брала это масло и приехала сюда. Ну видишь, что название... Извините, друзья. Название такое же, как и там. И рисунок, наклейка и так далее, и тому подобное. Ну и вот она очнулась. Ну и молодец, что предупреждают такие люди, друзья. Я приветствую таких людей. Очень даже. Спасибо ей огромное, конечно. Теперь мы тоже будем поглядывать. Мы же оливка, оливка, и мы с женой... А какая разница? Ну оливка, оливка. Ай, без разницы. Брали мы такие бутылочки. Пластмассовые. Пластиковые, да, бутылки. Сжимаются такие. Сейчас пластик такой пошел. Ужас, друзья. Да еще с этими крышками блядскими. Я даже не могу слов подобрать. Дурят! Я тоже сколько раз уже говорил. Мало того. А тут хоть литр еще, господи. А сейчас еще и в емкостях тоже. Посматривайте, друзья. Вы подумайте, что там литр. Это я от себя добавляю. Вы подумайте, что там литр, а там нет. Там есть и 0,7, и 0,8, 0,9. Какие? 750, 800 с лишним грамм. 900 с лишним грамм. Что только нету. Так речь идет, что... О чем? Как дурят нашего брата? Что покупательница заявила, вот эта вот, прожившая в Италии 29 лет, что итальянцы продают в Латвии оливка, масло из отходов. Да ладно, еще из отходов бог с ним травят нас. А по какой цене? По цене золотых слитков, как я уже начал говорить. По цене золотых слитков. По цене качественного продукта. Оливкового масла. Вот даже врачей вот так послушаешь. И вот даже вот в интернете, в ютубе врачей, хороших врачей, конечно же. Почему я говорю? Потому что надо читать комментарии. Они подтверждают, что этот врач, вот я там лечилась. Ну не может там 1, 2, 3 комментария, конечно, определить, как он хороший. Надо читать много комментариев, конечно же. И все вот это вот сравнивать это, анализировать. Нормально это, доктор, или нет? Оливковое масло. Конечно же, намного полезнее. Смотря по каким болезням, конечно же. Да. Чем подсолнечное. Вот там потому что говорят, пишут комментаторы, что лучше замените вы на это, на это. А нельзя. Тебе нельзя это вот подсолнечное масло. Ни в коем случае. Тебе от этого для здоровья хуже. Для какого-то органа. Только оливковое масло. Пожалуйста, говорит, можешь. Можете. Да. Особенно. Ну я не буду называть, каких болезней. Без разницы, каких болезней. Я в этом деле не знаток. Но, однако же. Да, 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 да. И напрямую тоже врачи говорили, что в подсолнечном масле то, того много, а в оливковом масле того немного. А так, а посмотрите. Дурят. Дурят нас везде. Здесь, вот в этой статье, обдурили дважды. Мало того, что нам отходы пихнули сюда отраву. Отраву. Так, а второй раз нас на ЙО бывает и на Я бывает. Второе, второе. Это по цене. По цене, как за качественно супер масло оливковое. наивысшего качества. А кто там чего читает? Замечали наклейки, какие сейчас стали клеить? Там так мелко. Там даже вот молодые и то не увидят. Там сильно зрячие. Это надо, я не знаю, это лупу с собой носить, и никто. Там вообще ничего не понятно. Не увидит там никто, особенно в пожилом возрасте. Что там, чего там описание, что за продукт, что там продают. Не. И заклеивают там, где надо. Вам не показалось это? Там, где надо, заклеивают. Да? Наши местные. Да, 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 да. Клейщики наклеили. Наклеек. Да, да, да. Вот так, друзья, вот такие новости все-таки решил я преподнести свете. Пишите комментарии. Вы сталкивались с обманом? И вы вообще, как вы думаете? Нас дурят? Сюда отходы везут? Я это знал давным-давно. И не понаслышке. Потому что к нам приезжают. Да. Наши родственники. Наши. Очень, очень близкие люди. И в том числе и дети. Пожившие в Англии. И так далее, то подобное. Знают. Знаем мы прекрасно. Что нам сюда везут. Это в лучшем случае третий сорт. Третий сорт. Либо брак какой-нибудь. Под видом качественного. Все сюда везут. Всю дрянь. А почему? Ну, я немножечко сейчас вам подскажу. Может быть, кто-то подзабыл, в каком году мы вступили в Европейский Союз. В 2004 году, да? В этом году уже юбилей был. 20 лет. Ради чего? Нас взяли в Европейский Союз. Ради чего? Из-за чего? Ой, сколько много там причин, друзья. Но это рынок сбыта. Всю фуйню сюда. Да. Всю фуйню. Абсолютно всю. Да. Ну, я не буду говорить, что этим возят отдельно. Этим отдельно. Ну, конечно. А что вы думаете? Им будут из отходов туда подавать? Из отходов? Нет. Отдельно? Конечно же, отдельно, друзья. А на эти, ай, третий сортный брак этим, хотел сказать, как негодным элементам. Все. Рынок сбыта, конечно же. И все, суда прут. Никаких проверок, ничего. Ну, кто проверяет чего? Когда уже отравятся, где-то чем-то. Замечали вы? Это очень давно уже происходит. Я сейчас комментирую. Когда отравятся, тогда начинают якобы создавать вид. О, эту партию мы на экспертизу изъяли. Ну, чего-то возьмем. Чего-то. Без разницы. Какого-то продукта. Продукта питания, я имею в виду сейчас. Сейчас речь идет о продуктах питания. В частности, оливкового масла. Что нам сюда всякую фуйню пихают. Брак. И не просто брак, а подделку. Из нефти, газа. Слышали? Такое. Никого не пугаю. Я сам, да даже не удивлен. Уже до того привыкли. Уже до того идем по инерции. Берем, ай, берем это, берем это. Опа-на. Ну, не фуя себе. Как это понять? Чего? Итальянцы продают в Латвии оливковое масло из-за отходов? Так это... Так это... Как этот самый собачка так говорила. Так ты того, это... Если что, заходи. Ну, а волк, если что, заходи. Да все кругом, господи, друзья. Весь брак сюда пихают. Все. Вы посмотрите, что по акциям нам пихают. Когда делают акцию? Когда уже все гниет, портится, плесенью покрывается. И так далее, и так далее. Срок годности заканчивается. Тогда только акция. А сколько вони, сколько шума, гамма, чуть ли не автомобиль выигрыш, если ты возьмешь килограмм того просроченного. Уже все просрочено. Помните, как переклеивали наклейки, забыли? Срок годности. А вы думаете, сейчас этого не делается? Или делается с запасом срок годности? Мне отберут сомнения очень давно уже. Очень давно. Потому что нет такого контроля. Он как бы есть, но вы его не видите. Он есть. Как этот из фильма. Без разницы какого. Но мы его не видим. А он есть. Да. Все есть. Но ничего не работает. А тем более к нам. Сюда, господи, мама дорогая. Ну, господи. Ну, вон, ездили недавно же. Ездили, пожалуйста, в Литву. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. На канал серверок. Я по ценам сейчас скажу. По ценам. Про качество не могу сказать. Цены. Ну, в разы меньше. Ну, как минимум в два раза. Даже пускай на 40%. В Литву. Наши. Наш младший сын Андрей. Невестка Ева. И внук Адриан. Вот они в Литву ездили. Буквально недавно. Канал серверок. Латышскими английскими буквами. Наберите серверок. Выскочит. Очень много видео интересных. Познавательных. И даже и цены там показывали. Ну, я про цены и говорю. Про качество не могу сказать. Но тот же самый товар. Вот они они. Вот они. Вот они. Ближайшие соседи. Южные наши соседи. Литве привет. В тот же случай. Да, буду, друзья, заканчивать. Очень заинтересовало. Потому что у меня и сейчас эта бутылка стоит. Но она пустая. Стоит так, как она закончилась. И мы покупаем эти железные большие. Трехлитровые. Большие. Ну, потому что выгоднее. Тоже по акции. Оливковая. Ну, теперь надо будет присматриваться. Что за название. Благодаря этой женщине. Да. Надо. Как так. Друзья. Надо смотреть. Да, действительно. Что мы берем. Вот. Буквально. Только что недавно тоже салат делал. Оливковое масло. Ну, вот как бы мне вот нельзя. Нежелательно мне вот именно подсолнечное. Подсолнечное. Нежелательно. Уже возраст подошел. Да, подошел. Ну, не буду говорить. Без разницы. Когда-нибудь я расскажу ему. Когда-нибудь. Оливковое – да. Подсолнечное – нет. Прямо так вот. Нет и все. Перечеркнуто. Нет. Оливковое – да. Я верю. Но теперь буду я теперь присматриваться. Вот так вот, друзья. Зайдите на канал Серверок. Подпишитесь. Поддержите. И посмотрите. Они везде путешествуют. Ну, тоже везде, где могут. По многим европейским странам. По многим. Они вот недавно приехали из Англии. Построили дом. Ну, естественно. Я помогал, участвовал, конечно же. Да, 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 да. Увидите все там. Увидите все там. Там столько разных интересов. И лошадок увидите у них. Да? Держит лошадок. Они есть у них лошадка одна. Ну, увидите. Но те, кто... Я знаю прекрасно, что... Зрители и подписчики, те, которые нас смотрели и смотрят до сих пор. Спасибо большое вам. Подписались. Подписались. Огромнейшее спасибо. Подписались на канал нашего младшего сына Андрея. Серви-рок. И продолжают и дальше смотреть. Пишут комментарии. Ставят лайки. Зайдите. Не пожалеете. Ну, и напишите комментарии, что вы думаете вот про вот этот вот обман. Кругом обман. Нас дурят, друзья, постоянно. Как дурят, повторяю, нашего брата. Я и в заголовке тоже, скорее всего, так напишу. Ну, как дурят нашего брата здесь вклад. Население. Чем нас кормят? Я свое мнение сказал, друзья. Очень, очень давненько уже замечал. И нас слышал очень много. На меня, помню, наваливались. Что в магазинах происходило. Да, она никуда не девалась. И сейчас это все происходит. А работникам-то чего? Что они им приказали, то они и делают. Что и этим, и наших тоже никак не винить. Я имею в виду наших главных этих магазинов. Я не знаю, как они называют. Ведь самые-самые главные, они здесь не живут. Магазины-то не наши. Ничего здесь нашего нет. Все иностранцы-хозяева. Хозяева. О, хозяева. Да, забыл слово такое. Хозяева. Самые главные хозяева этих магазинов. Вот так вот, друзья. Как прикажут, так эти наши быстренько выполняют это все. А жажда наживы-то, тяга к обогащению. Ой, друзья, тут цепочка пошла. Все, заканчиваю. Желаю вам хорошо провести вот этот денек, выходной день. Ну, кто-то в отпуске, конечно. Сегодня солнечный. Дождик был у нас, да. Дождик. Ну, тепло. 25-24. Вот в данное время 24 градуса тепла. Солнышко. Ну, тучи смотрим. Там, там. Вот только что недавно приехал опять от Натали. Второй раз ездил я, да. Я еду с 11 до часу и еду с 16 до 18. Вот так вот. Темка здесь сторож. Сторожем работает. Он и вот он рядышком со мной. Да, вот здесь. Всегда здесь. Так что я спокоен. Ну, надеюсь, завтра уже. Надеюсь, дай бог. Здоровья моей Натальеньки. Завтра еще одна проверка. Компьютерная проверка. Живота, да. И ее на выписку. Ну, надеемся. Так. Все предпосылки, что завтра. Дай-то бог. Вот. На этой ноте заканчиваю. Желаю вот на ноте здоровья всем. Здоровья. Не болейте. Здоровья. Самое главное здоровье, друзья. Господи, мама. Долгих лет жизни. Чтобы эти аптеки обходить стороной. Ну, никак не получается. Как я всегда говорю. Никак. Никак. А еда. Я ж не зря. Чем нас кормят? Чем нас кормят? И за какие деньги? Сумасшедшие деньги, друзья. Мало того, давят со всех сторон этими наценками. Со всех сторон эти коммуналка. Ой, друзья, все, заканчиваю. Здоровья всем. Счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Все никак не нажраться этим хапугам, ворюгам, нахалюгам. Я не устану повторять. Жажда наживы у них. Тяга к обогащению превыше всего. Но все ходим. Да. Под богом. Все. Как обычно, вот немножко продлю. Бывают такие картинки. Выскакивает. Вот смотрите, могила. Две одинаковых могилы. Две. Глубина, все. Размер, все. Все одинаковое. Здесь для богатого, а здесь для бедного. Вот написано. Для богатого и для бедного. Ну, либо там для миллиардера и для нищих. Нищий и миллионер. Миллиардер, без разницы. А могила одинаковая. Для чего вы обманываете народ? Все, друзья, заканчиваю. Это я обращался к этим, которым никак не нажраться. Куда вы эти деньги? А, у них, конечно же, да, у них. Это можно было до бесконечности разговаривать. Да, на эту тему обсуждать. Ну, не обсуждать, а говорить правду. Что наши шишкотрепы тоже хапают. Они обеспечивают своих детей, внуков, правнуков вообще. Но бог знает, сколько поколений вперед хапают. Вот, друзья, что обидно. Скажет мне Сергей. А, да, конечно же. Тебе не обидно. Надо быть людьми. Ну, куда? Ну, не до такой же степени. Зачем так это делать? Друзья, это что творится? Все заканчивается у меня уже. Да, зацепило, ужасно зацепило меня вот этого, друзья. Как-то давненько не поднимали мы этот вопрос. Давненько не поднимали. Так дурят-то везде. Я вам сказал, что отходы, отходы уже. Даже товар порченный, продукт порченный. А все равно его по акции пускают. Его надо выкинуть. Вот один день остался, все, его нельзя продавать. Ни по каким. Либо даже бесплатно раздавать его нельзя. Вы же травите народ. А? Это уже другая тема? Да. Да, друзья? Демографическая тема. Почему так насмотрелся, друзья? Умирают в день по ужасу, поскольку человек умирает. Вы знаете, куда я ездил и вот ездил уже буквально вторую неделю подряд. И не понаслышке. Одна, расскажу вам сейчас. Вчера или позавчера поместили в палату женщину. Ну, не сильно пожилая. Ну, не знаю. Лет, наверное, под 70, наверное. Вы, говорит, верите? Она просто с лизьми просила, чтобы ее перевели с той палаты. Потому что три женщины подряд. Вот сейчас умерла одна. Завтра умерла вторая. Ну, вот. В палате. Четыре человека в палате. После завтра умерла третья. И у нее есть такие сомнения, как будто она что, следующая на очереди? Ну, в годах уже там женщины. В годах. Три смерти. Каждый Божий день. Даже, друзья, надо будет как-то у Натальи спросить. Или за день, друзья, за день. Видели мы, сегодня видели. И выходят с больницы. Прямо рыдает одна женщина, ну, с мужчиной тоже, примерно нашего возраста. Может быть, мама умерла, скорее всего. Прямо, не знаю. Прямо, ой, на взрыт, на взрыт, друзья. Вот так вот, друзья. И тут еще дурят нас по полной программе. Спасибо большое вам. Поставьте лайк под видео. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях. До свидания. Здоровья вам всем желал. Ой, друзья, не дай бог попасть в больницу. Не дай бог. Не болейте. Берегите себя. А как? Пожалуйста. До свидания. До следующих видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok